Всем привет! Начинаем новый влог. Я сейчас сижу здесь, работаю, монтирую. У нас так портится погода с утра. У нас прекрасная погода, солнце, тепло. Мы купаемся в обед, у нас какие-то тучи набегают. И начинается жуткий дождь, но сейчас пока ничего нет. Но я уже быстренько занесла вещи домой. И потому что, боюсь, сейчас пойдет дождь, я просто не успею ничего занести. Сегодня шикарное настроение. Ночь мы вообще не спали. У нас такая ночка была. Где-то в час проснулась Соня. Начала меня звать. Я ее на руках не ношу. Я ее по спинке погладила. Она заснула. Я только легла. Мину через 10 она опять просыпается. Мама. Я пошла с ней, полежала немножко. Она полежала, заснула у нее. Потом легла обратно. Потом она опять меня позвала. В общем, короче, я туда-сюда бегала. Потом в 4 часа проснулась Мишель. Начала проситься на улицу. Я выгуляла Мишель, покупала ее, потому что мы всегда моем лапы ей. Мишель, короче, запустила домой, покупала. Пошла, легла. Только я заснула. Где-то полшестого приходит Дима. Мама, полежи со мной. Я пошла к Диме, легла. И заснула. И так я крепко заснула. У нее обалденная кровать. Вот, от которой мы новую купили. Икею. Если вы ищете детям кровать, присмотритесь. Матрас, кровать просто шикарный. И я, в общем, с ним так заснула хорошо. И в итоге через какое-то время Мишель поднимается на второй этаж. Хотя она туда практически никогда не поднимается. И спит она отдельно у нас на первом этаже. Просыпается Мишель. Начинает гавкать, чтобы ее пустить. Думаю, вообще какой-то кошмар. В общем, я всю ночь бегала-бегала. Рука отваливается камеру держать. Бегала, короче, я бегала. Но, тем не менее, я проснулась с прекрасным настроением. Как-то я, знаете, вот прям, не знаю. Потому что мы почти покупались в бассейне. Сейчас я вам вставлю кадр, если меня не заблокируют. Потому что там дети как бы не одеты. Вот. В общем, мы покупались прекрасно. И сейчас я вот сижу, монтирую. Прям, знаете, у меня такой прям заряд хорошей энергии. Давай. Раз, два, три. Молодец. Смотрите, какие тучи. Ужас. Гляньте, ветер поднялся. Вообще, ребята. Походу, ливанет. Ветер. Эти цветы мои так прям. Вот это да, погодка. А я еще хотела на рынок сходить. Надо купить овощей. Ну, наверное. В общем, будем ждать. Черешня там падает моя. Очень много вопросов по поводу моей спины. Почему ты сутулися? Что происходит? Держи себя, значит, в руках. Держи спину. Это некрасиво. Ты молодая. В общем, кто со мной давно, тот знает. Видимо, новенькие подписываются. Возникает столько вопросов. Меня, если честно, это немножко обижает. Но я знаю, что это моя проблема. Я с ней борюсь. В общем, на данный момент, чем я занимаюсь? У меня вот такой вот есть коврик. Это вот такие вот иголочки. Они продаются, я думаю, во всех специализированных магазинах. Знаете, они такие прям приятные. Я когда ложусь на него, я лежу долго на нем. У меня прям, знаете, прям кровь приливает. У меня очень холодные руки, ноги. У меня температура тела, кто не знает, 35,5-35,3. Вот такая вот. То есть у меня всегда холодные руки, ноги. Но когда я лежу на этом коврике, мне становится намного легче. В общем, я еще совершенно случайно увидела в Инстаграм, по-моему. В общем, я не помню. Меланет. Девочка, значит, она занимается... У нее есть программы, которые она продает. В общем, курс стоит 3 тысячи рублей. Это упражнение с валиком. В общем, курс начинается 6 июля. Я уже хотела, думаю, я его куплю. Ну, думаю, ладно, погуглю я, посмотрю, что. В общем, я нашла в Ютубе ее же упражнение, как она показывала. С валиком лежать. У меня вот такой вот валик. У кого нет валика, просто скручивайте полотенце, обматывайте его скотчем, чтобы получился вот такой вот валик. И лежите на нем. В общем, я вам оставлю внизу в описании ссылку на это видео. Оно длится буквально там минуту. Она расскажет, как лежать. Также, я же рассказываю, у нее есть инстаграм. Это курсы у нее там платные. Ну, не курсы, как это называется. В общем, она ведет платно. Там, в общем, и подтяжка лица. В общем, там разные упражнения, банки, все остальное. В общем, ну, когда я погуглила, я решила попробовать. Я начала заниматься. Я уже занимаюсь где-то, наверное, полторы. Нет, скорее всего, уже, наверное, практически две недели. Ну, дней, наверное, десять. Ну, в общем, короче, десять дней я занимаюсь. Что я могу сказать? Я могу... У меня перестала болеть спина. Первые дни было так вот не очень приятно. Я не знаю, можно это делать, нельзя. Возможно, какие-то есть противопоказания. Скорее всего, они есть. Нужно, скорее всего, консультироваться с врачом. К сожалению, у меня нет врача, которому я могу доверять, которому я могу пойти, который может мне помочь справиться с этой проблемой. Поэтому я ищу способы сама. Иголки это очень хорошо. Ну, в общем, вот этот вот валик мне, мне кажется, мне помогает. В общем, что я могу сказать? У меня расправ... Плечи, к сожалению, у меня не могут, как у людей, быть ровно. У меня плечи все равно идут вот сюда, вот вперед. Но спина, я могу сесть ровно, я могу встать ровно, насколько позволяет, как бы, мое тело, да, чтобы мне было комфортно без боли в спине. То есть комфортно для себя я могу встать. Я, конечно, не стану, как вот обычный человек, абсолютно здоровый, да, вот ровно. Но я могу для себя встать относительно ровно, что меня не может не радовать. Эти упражнения я делаю каждый день. В общем, там нужно лежать на этом валике, потом правильно выйти из положения. Я вам, я вам еще раз говорю, я вам скину ссылку, посмотрите. Я не знаю, если у вас есть возможность, то лучше обратиться, конечно, к врачу и спросить, можно ли вам делать такие упражнения. Но для меня на данный момент они прям, знаете, спасение. Я могу утром встать потянуться. До этого я не могла, потому что у меня болела спина. В общем, я могу потянуться и я могу встать. Если я буду кому-то полезной, я буду очень рада. Зайдите, посмотрите. Возможно, у кого-то такие же, я знаю, мне девчонки писали, и не одна писала, что есть такие же проблемы, что тоже очень сильно болит спина, не может выпрямиться. В общем, зайдите, посмотрите, почитайте информацию. Возможно, вы зайдете к ней в Инстаграм, посмотрите. Может быть, она консультация, так понимаю, что не дает, но как-то вот курс этот можно у нее купить. Ну что, дождь пошел. Тоже так сильно начался, и в итоге, видите, мои там розочки. Надо какую-то штуку им поставить, чтобы они, в общем, начали плестись. И тут цветы я даже их не заносила, потому что как-то так быстро, знаете, он быстро пошел и быстро так же закончился. Сейчас такая духотища. А мы тут с Сонькой на хозяйстве. Пацаны мои уехали к детскому стоматологу. У Димки что-то разболелся зубик. И, в общем, нужно было, чтобы она посмотрела. Мы всегда ходим к детскому стоматологу. У меня уже как-то показывала, рассказывала. Очень хороший доктор, которому мы доверяем. В общем, хорошая такая девочка. В общем, делает ему... Уже делала одну, по-моему, пломбу, или две. Вот. Мам! А, ты проснулась? Смотрите, Сонька носит бодики, которые на 18 месяцев. На полтора года. Сейчас я ей... Сколько тебе? Сонь, сколько тебе годиков? Два. Два. Вкусно? Угу. Ну, кушай. Лето прекрасно, да? Для бассейна. Я хочу уже поскорее на море и купить себе там дом. И чего я еду там. Купить на море дом? Ага. И собаку я-то возьму. Собаку. Нашу, Мишель? Ага. Нашу. Как дела? Нормально. Нормально. Очки ж за потерь. У кого так уши торчат? У папы, да? Как настоять? Нормально. Нет, не очень. Не очень? Ты б кепку снял, зайца. Сынок, ну в помещении кепку снимай. Почему? Ну такое правило этикета. Что это значит этикета? Правило поведения, зайца. А. Подпустились. Поднимемся. Девочки, смотрите, чем я занимаюсь. В общем, я же вам советовала порошок сармы. Многие начали пользоваться и довольны. Сейчас я зашла на Валборис, потому что мне написала девочка, что очень хороший пятновыводитель. Я зашла на Валборис, посмотрела, вот есть пятновыводитель сарма 223 рубля и отбеливатель 206 рублей. Я не видела, если честно, у нас в магазинах. Может я не обращала внимания. Как-то вот порошок этот вижу, а именно такие пятновыводители отбеливать или нет. В общем, я хочу заказать, попробовать. Интересно, как вообще они работают. Так что, если кто вдруг ищет, вот на Валборис есть. Валборис Валборис Все, девочки, навела быстрый порядок. Просто протерла, потому что крошки сыпятся. Сонечка, вот эту ложку хочу убрать. Это вот еще первая ложка Сонькина, она уже вся погрызана. Я, в общем, даю наверх отнести. И оставляю вот эту палочку для мороженого. Потому что она иногда ест, когда мороженое от половины отваливается. Короче, нужно не выкидывать. Это супер нужная вещь. Ну, в общем, все тут протерла, просто чтобы было чистенько. А ну, напишите, у кого такая же открывашка? Ей лет уже 14 точно. А тут у меня, видите, такая вот не до конца идут. У меня здесь ножи и, ой, эти ножницы и палочки для суши. На всякий случай. Мы тут с Сонькой развлекаемся как можем. Да, Сонь? Ты купаешься? Мышка с нами. В общем, тут у нас бардак. Соня, вон, принесла свое одеяло. Лежит тоже на этом коврике. А у меня тут разбор вещей. Все разложила по кучкам. И сейчас нужно будет разнести по комнатам. Да? Ничего я не глажу. Куча футболок Соняных, которые, в принципе, по-хорошему нужно было бы погладить. Но я не глажу, потому что хватает буквально на час. И она опять все пачкает. Поэтому, короче, ничего не глажу. Просто поскладывала. Та-дам! Все готово, да, у нас? Бабражулька. Чьи носочки? Димоны. Высушила я мяту. Вставляю в таком контейнере. Я ее пока закрывать не буду. Пусть она мне еще немножко постоит на кухне. Добавляю в чай. Реально, вот сделала два листочка. Вот прям перебор одного листочка для чая. Прям вообще идеально. Я вообще, если честно, сама себе поражаюсь. Я никогда не пила такие чаи фруктовые, вот с мятой. Теперь я просто вот обожаю. И мы очень еще подсели на вот этот вот крымский квас. Я вам уже показывала. Он просто нереально. Такой вкусный. Класс. Вообще, девочки, кто крымский, прям советую. Помощник мой. Пить будем? Да. Смотрите, у нас пошел град. И знаете, это только я, наверное, такая могу быть везучая. Дети играли в машине. В общем, и у меня сел аккумулятор. Представляете, новый аккумулятор, и он у меня сел. То ли я не знаю, свет где-то они оставили включенным, или что. В общем, прикиньте, пошел град. Имея частный дом, можно спрятать машину. И чтоб машина побила градом, это, конечно, вообще еще то везение. В общем, я закрыла по-быстрому, чем могла. Потому что он начался сильный, и я побоялась, что меня прибьет просто-напросто. В общем, надеюсь, что все будет нормально. Так, а я достала заморозки свои любимые. Это у меня котлетки. Дозагреваю сковородку и буду сейчас выкладывать котлетки на маленький-маленький огонь под крышечкой. Видите? Вот я начистила картошку молодую. Сварю котлетки. А Димка попросил паутинку вчера. Вчера просил, а я думаю, сегодня приготовлю свеженькую все. И под крышечку на медленном огне. А паутинку вот такую вот купили вчера. Ни разу не брали, не знаю. Попробуем. Видите, тоненькая. Три минутки варится. Вообще красота. Соусы разные. В общем, короче, буду варить. А вот еще купила вот такие заготовки для пиццы. Есть маленькие, а это прям такие большие. Здесь три штуки в упаковке. И я буду делать, наверное, сегодня пиццу. Купила и маленькие, и большие. Маленькие в заморозку кинула, а большие оставила. А для пиццы я беру вот такую вот моцареллу. 400 грамм здесь. 270, по-моему, рублей стоит за 400 грамм. Но я ее люблю и так, и на бутерброды. В общем, просто ее, так вы знаете, кубиками режу и ем. Так, ну что, у меня все чисто. Я все поубирала. Приготовила здесь котлетки, здесь вермишелька, здесь картошечка. Вот, еще думаю сделать рыбку или пожарить, или запечь. Не знаю, вообще надо будет подумать. У нас прекрасная погода, все прошло. Солнце светит, вообще красотища. Дети, Сонька у меня купается. Димка бесится, бегает. Музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что пусть маска у меня пока работает, Соника покупается. В общем, я все совмещаю. Все делаю одновременно. Вот такая вот у меня крем-маска от Фаберлик. Ну, я думаю, в принципе, любая маска подойдет для ног. Либо просто крем плотным таким слоем я наношу на пяточки, на ножки. В общем, где-то минут на 5-10 я сижу. А потом просто одеваю носочки и хожу. Написано, что нужно смыть водой. Я на самом деле не смываю, просто вот хожу, на ночь делаю. И прям классно на утро ножки такие пяточки мягенькие-мягенькие. Ну все, буду на этом заканчивать этот влог. Спасибо, что были еще один день с нами. Спасибо, что смотрите, что пишите комментарии. Пишите, будем общаться. Подписывайтесь в Инстаграм. В общем, буду ждать вас внизу в комментариях. Увидимся с вами скоро. И всем пока-пока!